Всем доброе утро! Сегодня 8 июня, на календаре 24 год и суббота. И я выдвигаюсь, друзья, не на парохолку сегодня. Вернее на парохолку, но это весьма необычную парохолку. Это автопарохолка. Находится она в городе, недалеко от города Норрич. И мне ехать еще полтора часа. В общем, там будет параллельно проходить кар-классик-шоу. В общем, будут классические машины и автопарохолка. Я люблю посещать это мероприятие. Такое весьма интересно. Можно и прикупить что-то, и на классные машинки поглазеть. Так что я уже выдвинулся в пути. И как приеду, покажу вам, что это из себя представляет. Ну а пока едем. Ну что, друзья, благополучно добрался я до места проведения. Сейчас быстренько посмотрим, что у нас тут на барохолке творится. Это пока только парковка. Вот вход сюда въездочный из человека получился 3 фунта. В общем, нормально. Но 2 часа езды. Так, я сперва хочу пробежаться вон по всем тем рядам. Посмотреть, что будет интересно. Может модельки какие я поснимаю, покажу. Вот кто-то уже резину прикупил. С вайт-волами. Так, идем посмотрим. Друзья, я просто в шоке, если честно. Рот открылся. Я хотел сначала вам показать барахолку. Но я уже оставил кое-что из того, что купил. И вернулся. А тут прям возле парковки они разложились. Такого не было даже в прошлом году, чтобы они занимали вот эти места. Которые изначально тут просто для машин, для парковки. Так, что касается барахолки. Ну, это вообще шикарное место. Здесь весьма все необычное. То есть тематика автомото. И все, что... Такая автомобилья. Все, что с этим связано, друзья. Так, давайте я все-таки пока отвлекусь от этих красоток. Как от них можно отвлечься. И пройдем, посмотрим то, что продают здесь на этой... Auto Jumble, как она называется по-английски. Давайте далеко не будем ходить. Я все-таки сегодня рассчитываю поснимать не только барахолку, но и машинки. Их здесь приехало очень много и очень красивые. Ну вот, смотрите. С вами буду еще идти досматривать. Потому что, в принципе, бегал, уже пробежался. Кое-что прикупил себе. Вот. И сейчас просто буду, наверное, с менее... Такое вот, знаете, сначала бегаешь, смотришь. Очень быстро надо все это оббежать, посмотреть и прикупить. А сейчас уже можно прогуляться и понаблюдать. Ну, смотрите. Значит, много тематики мото. Много тематики авто. И все, что связано, может быть, как-нибудь напрямую или косвенно. Вот. Ну и продолжают приезжать вот здесь, по этой дороге, машинки. Еще заезжают они. Некоторые выглядят в движении просто фантастически. Фантастически. Так. Вот это все. Вот это все. Это барахолка. Давайте сейчас выберем какой-нибудь ряд. Пройдемся. Есть модельки. Я уже кое-что купил. Даже весьма интересное. То, что давно хотел, попалось. Вот видите, решетки радиаторов. То есть, как на современное, так и на... Вот, смотрите. Nissan Figaro. Обалдеть. Мотоциклы, смотрите, продают. BSA. Honda. Ну, куча железяк. Всякого металла. Что еще есть интересного? Ну, вот, смотрите, знаки разные лежат на полу, на земле. Да, кое-что я сейчас заберу у одного человека. Мне очень понравилась вещь. Вам покажу. Помните, я на одной барахолке купил руль от Лады? Ну, что, друзья, купил я вот этот буклетик. Я вам не покажу, наверное, потому что там музыка, а мне YouTube забанит. Так что, вот я купил с Ладой Ривой. Сейчас я вам покажу так. Смотрите. Круто. Нравится мне в Англии выходить такие вещи. Так, ну что, давайте еще пройдемся по каким-нибудь рядам. А, тут шикарная выставка мотоциклов. Вот, смотрите. Да, когда смотришь в музей, это все понятно. Но когда люди на них приезжают, вот здесь, я сейчас гулял пока по барахолке, приезжали машины, и приехали мистершмиты вот эти, помните, такие. И они прям, ну, это фантастически смотрится на дороге. Когда ты проходишь, конечно, мимо них смотришь, они такие приятные, прикольные. Притягивают. Но когда они в движении, вот смотрите, видите, всякое разное. Тоже модельки у человека есть. То есть я проделал путь в два часа, и почти, если скажу вам, в километрах, то получится, что только лоста восьмидесяти километров сюда. Это графство Норфолк, и недалеко от города Норвич. Я уже, говорю, был здесь в прошлом году, но вот тогда была погода похуже, и барахолка это такая себе, в общем, была тут. Ну и то я что-то тоже пару моделей купил, помню, Москвич, по-моему, даже купил в 43-м советский. Вот сейчас же здесь, конечно, больше всего интересного. Но погода позволяет сегодня около 15 градусов, хоть и лето, но у нас не жарко. Ну, вот смотрите, видите, каталоги разные, инструкции, мануалы, всё вот это. Может на старый BMW даже, видите. То есть здесь тема какая, то есть люди в основном приезжают найти какие-то запчасти для классических автомобилей. Запчасти, всякая там, не знаю, атрибуты, может быть. И это очень неплохо, знаете, здесь, вон, смотри, смотрите, видите, мини-спейс, то есть запчасти для мини. Мотоэкипировка, опять же, здесь, я уже нашёл интересные, там, пару рулей классных, то есть тоже, вот, Тегуара и Тайпа, ну, конечно, цены космические. Ну, всякое разное. И цены так, как бы, ну, можно что-то дешевле взять, можно что-то дороже найти, чем, ну, по крайней мере, если для людей, которые действительно приходят здесь что-то найти, выбор есть, это классно. Вот. Вот, смотрите, друзья, нашёл решётку от Альфы. Альфа Ромео GTV, скорее всего, 93-й год здесь показано. Вот сломанное крепление, и за 1 фунт можно купить вот эту штуку, такой элемент декора. Смотрите, колпак от Игуара, тоже прикольный. Сейчас спросим, сколько. Слышите, как много? Плот, как же. Вот, смотрите, сейчас я возьму себе вот этот колпачок от Игуара, очень неплохое состояние. Возьму себе решётку, такой для декора именно. Вот такие штуки. Прикольно. Очень прикольно. Вот у него ещё есть там разное. Посмотрите, грузовики продаются тоже старые, тонко. Сейчас куплю. Ну, всё, шикарно. Я взял себе решётку от Альфы, и взял себе ещё вот этот колпачок от Игуара. Ну, тоже вот, смотрите, видите, рули, всякое всё. В принципе, здесь по большому счёту можно целую машину собрать. Так, сейчас ещё давайте в одну палаточку я где-то здесь был, пробежимся. Там у людей были ещё модельки. Вот здесь я уже тоже был, пробежался вот тут и купил несколько моделек. Вот, смотрите. Sorry. Вот, видите, из этих 18-х я уже выбрался, взял F40 и Кобру, друзья. Нашёл Кобру от Киоша за 5 фунтов. Вот они все по 5 фунтов, вот эти. Но они все целые. То есть я уже пострел. Макларен мне не нужен. Феррари там тоже есть. Здесь у него Игуары Тай в коробке, но он какой-то не очень интересный. Так. Сейчас, что ещё я тут видел? Ну, вот разное всякое. Всё, друзья, наверное, пойдём посмотрим на автомобили, которые сюда приехали. Здесь же весь... Вся соль и весь перец в этом. Давайте пойдём. Не дошёл я немножко, ещё увидел модельки. Хочу тоже вам показать. Вот, есть 18-е. Большие по 15 фунтов. Но мне такое не надо. Тут тоже много. Друзья, хот-вилсов просто завались. Я уже не знаю. Но я на них не смотрю, не обращаю внимания. Это не особо моя тема. Вот. Так. Вон там ещё есть. Но я уже вижу, какие машины приехали, друзья. Я просто обалдею. Диски, смотрите, фары. Мне кажется, в прошлом году, когда я здесь был, было намного меньше машин. Ну, погода была. Я просто говорю, что они заняли уже даже ту часть парковки, где... И вот я припарковался, и рядом со мной уже получается, что... А-а-а... Уже... Стоят прям машины выставочные. Ну, вот у дядечки тоже много моделек. Есть из них 18-й. Только что кто-то купил рейндж-ровер такой, как я за 20-ку взял. Здесь купили его за 45. Ну, вот, да. Тоже хорошая цена, кстати. Тоже цвет такой был, как мой. Да. Вот сюда, кстати. Я приезжаю частенько именно... Вот модельки посередине. Параллельно ещё нахожу. То или иное. Точнее, я второй раз сюда приезжаю. Но первый раз я понял, что сюда надо приезжать. Кстати, на этом месте проводится обычный базар. Абсолютно, то есть, стандартный такой вот этот бутсейл. И я здесь бывал тоже. Несколько раз приезжали в Норрич. Останавливались тут неподалёку с ночёвкой. Вот, и... Я узнал про это место. Вот, смотрите, генета. Рилли. Посмотрите, астон-мартин, друзья. Вот это красота. Посмотрите, какой он шикарный, роскошный. Я видел, как вот эти заезжали машины, они их запускали. Вот этого звук просто чарджера, фантастический. Кадиллак, друзья. Какая роскошь. Я обалдею. Боже, какой он огромный. Я вам говорю, вот когда в музей идёшь, смотришь, ну да, ну да, ну да. Но вот здесь, вживую, под открытым небом. Я уже, видите, как плавно перешёл к моделям. От модели, вернее, к машинам. Да, вот смотрите, Сиерра РС Косфорд. 4 на 4. Настоящий любимец британцев, друзья. Как они их любят, не могу вам передать. Карадово 6. Да, есть на что посмотреть здесь. Так, ну сейчас пойду с какого-то угла начну, потому что так я забрёл. Хочется, конечно, более подробно начать их рассматривать. Круто. Есть машины, которые выделяются даже из этого общего фона. Вот такой вот Роллс Ройс. Это фантастика, друзья. Просто потрясающий автомобиль. Полностью на ходу, понимаем, да? Вот он сюда же приехал. Монни. 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 Здесь будет, чтобы это не так. 1919, больше 100 лет, точнее 105, такой просто приехал, припарковался быстрее. Да, это, я думаю, что это Silver Ghost, конечно, боюсь ошибиться, но мне кажется, что это именно он. То есть, вы понимаете, машина на ходу, машина просто может использоваться в качестве повседневного авто. Естественно, наверное, они такого не делают, но это фантастика. Как вам вот этот? Я обожаю, когда я вижу их движение, это песня. С семьями люди приезжают, просто вот потусоваться. Это суббота, кстати, у нас еще даже не полностью выходной день, это как бы еще часто. Часто люди работают, суббота, рабочий день у многих, полдня так точно может быть. Но нет, парковка забита, просто забита, все. Вот они сейчас становятся, я вот здесь же припарковался тоже рядом. В прошлый раз тут стояли обычные автомобили. Сейчас вот эта красота. Ай-яй-яй, какой звук! Вот я обожаю эту машину, 928 Porsche. Какая красотка, в черном цвете. Как ведешь? Шикарно. Да, я вам кое-что хочу показать. Оно находится здесь, в этом ряду тоже, друзья. Сейчас мы немножко пройдем, еще вам посмотрите на несколько сирока. Кстати, редкие. Вот я их в Британии довольно редко вижу. Вот, друзья, то, что я вам говорил, вот это. Я видел, как они сюда заезжали. Это мистер Шмидт. Капец. Бонд Баг. Хенкель, вон тот. А, и вот эти тоже вилки на ходу. Ну, вообще нелепая машина такая, три колеса, одно спереди. Ну вот она ехала, такая, мне кажется, что она вот-вот на одну сторону перевернется. Нет, держится. Ну, смотрите. Цепной привод спереди. Это же надо было до такого додуматься. Делать вот такие машины. Ну, такая вот, смотрите. Конечно, стрёмно, наверное, в повороты на ней заходить. Ну, даже крыша открывается. Вот еще один Бонд Баг. Смотрите, а вот у Бьянки. Какое состояние. Шикарные цвета, такие интересные. Ну, вот тоже. Посмотрите, какая. Все это я в Бирмингеме, да, видел. Монинсер. Красный автомобиль. Это автомобиль, да? Да, автомобиль. Баблкар, автомобиль. Да, да, да. Какой БМВ Сета. Нет, это 197. Да, это обглайн от Санкт-Петра. Я имею в 175-минж. Вон, 175 кубиков. А, вот и BMW Zeta. Посмотрите. Вот и BMW Zeta. Круто. Вообще. Смотрите, где-то я ее видел, я не могу сейчас припомнить. У них вот клубы есть, смотрите. Обалдеть. Даже надо так любить такие машины. Вау, посмотрите, что здесь стоит. Вообще такая малышка, малютка японская. Ладно, я еще BMW из Zeta BMW сниму вам. Вон там тоже. Приехали же на ней сюда. Вы понимаете, что они ездят, друзья, они ездят, они не стоят, люди на них приезжают. На вот этом едут по дорогам общего пользования. Я считаю, это фантастика. Это... Какая красота. Я так люблю вот таких дядечек, которые стоят, вот так вот разговаривают. Большие дядьки на фоне таких малышек вообще. Круто. Очень круто. Да, посмотрите, какая красота тут стоит. Реально вправо, влево, куда ни посмотри. Вот, кстати, я люблю именно вот это шоу. Вот такое вот классик кар шоу, которое под открытым небом. То есть, куда люди приезжают, вы не приезжаете. Видите, где на выставку, где они стоят и все наполированы, там на все. В общем, полное состояние, элегантное, как рояль. Но тут просто вот посмотрите, как это четко, как это сделано, какой кастом. Обалдеть. Вообще, думаю, что в ней очень удобно ехать. Смотрите, какое оригинальное решение. Да, круто. Круто. На каждой такой тусовке есть обязательно Дельта Интеграли. HF. High Fidelity. Мустанги. Агуары. Как же я себя сейчас здорово чувствую в эти моменты. И вот стоят такие огромные маскалкары. Такие вот вон там куб. Меркури-кугуарда. Вот сюда взгляд переводишь. И вот они стоят. Эти малютки. Посмотрите. Вообще, вот еще. Смотрите, бонд мини-кар. Даю сто процентов. Никто из вас такого даже не видел. Посмотрите, какое маленькое колесо сзади. Это вообще... Это просто от скутера. От веспы. Посмотрите. У меня даже радио есть. Обалдеть. Я... Я честно первый раз такое вижу. Такая маргуновка. Да? Только на трех колесах. Вау. Ну вот эти мистер Шмидт и, конечно, это... Я обалдею с них. Посмотрите, какие они козырьки и все. Я видел в одном британском шоу. Вот реставрировали вот такую же... Для кого-то, по-моему, жена для мужа делала такой проект, в общем. Или для брата. Я не могу вспомнить, по-моему. Короче, ну вот... Ну вот, по-моему, это именно она. То есть их, наверное, не так уж много. Но вот я помню, что был серебристый цвет. Вот такая крыша. То есть проект вот этот. К сожалению, не вспомню. Но я точно видел по... В одном из шоу делали именно вот этот мистер Шмидт. Может, не конкретно. Он очень сильно похож. Прям цвет тот же самый. Боже, как они выглядят. Как они роскошно смотрятся. И когда вы едете по дороге и видите его, или обгоняете его... Это фантастика. Я думаю, что у всех, кто проезжает, просто у всех сразу улыбка на лицах появляется мимо. И все показывают лайк. И это действительно заслуживает особого внимания. Потому что такую технику... Ну, это... Это послевоенный транспорт. Мистер Шмидт. Круто. Эти глазки у них такие. Посмотрите. Вообще фантастика. Фантастика. Вот не надо далеко ходить. Пожалуйста. Смотрите, какой Кальдиллак Кальдорадо стоит здесь. То есть, я даю вам точно, если поставить... То есть, тут гадалкины ходи. Два Мистер Шмидта. Это один в длину Кальдилла Кальдорадо. Это точно. Один за другим, если его поставить. Ох, какая красота. Смотрите, да? На пневме. Круто. Шеверлен Пало. Ох, Тарго. Вау. Какой он роскошный, этот Порш. Свет шикарный. Да, классика. Классический Порш. Восьмидесятые. Лотос Севен. А, это Катархам Спринт. Ну, они похожи, по-моему. Катархам Спринт. Да. Такой, вообще, просто фантастика. Как мне нравятся эти корды. Причем, этот четырехверный. Давайте его обойдем. Вот, тут такой лотос рядом, такой прям цветом аж. В глаза этот голубой цвет. Да, обе машины роскошные, шикарные. Даже аккорды. А внутри так тесненько, кстати. Смотришь, выглядит таким большим. Отличное состояние. Хорошая реставрационная работа, это точно. Да. Да, друзья. Это я только начал ходить, у меня уже охи-ахи. Боже, как круто. Что нравится, они стоят же тут почти в рандомном порядке. То есть, никто, кто как приехал, того так и закинули. Вот, смотрите, какой Бьюик. Вот, обожаю эти формы. 1960 года. Электро. Какой он длинный. Обалдеть, какой салон у него. Да, вот за это я люблю, что можно подойти, посмотреть. Кстати, был бы хозяин, можно разговориться, он даже разрешит посидеть в ней. То есть, на вот таких вот мероприятиях очень круто. Именно то, что вы можете вживую поговорить с хозяином, и он вам разрешит посидеть. Сфотографироваться. Да. И много-много интересного расскажет о своем предмете гордости. Пойдем еще поищем интересные экземпляры. Сейчас тоже вам покажу машины, которые не каждый день встретишь. Фантастический Chrysler 300C. По-моему, это C. 300C. В роскошном, ярко-красном цвете, с светлым салоном. Весь на хроме внутри. Вообще, насколько он вот, пшшшш, больше, чем тут парковочное место. Ему надо реально два места, чтобы... О, от Раксиона Вант. Посмотрите, какой дедушка. Посмотрите. Поворульный. А, какой он роскошный. Ну да, да. Он не моделька, а от Маиста. Да. Шикарно. Боже, как шикарно. Кобра. Ну, реплика, естественно. В общем, здесь вы не найдете машины. То есть, 99-й год выпуска, это последний год, который сюда может заезжать остальные. Моложе вы не увидите. Посмотрите, какой ягуар. Офигеть. Это деталь, по-моему. Круто. Вообще. Давайте его посмотрим. Это же просто Сиерра рядом с этими всеми машинами, просто неинтересно. Балдеть. Вот только прячешь камеру и подходишь к чему-то очень крутом. Морган Айро. Я думаю, это 20-е годы. Посмотрите, по-моему, вообще оригинальное состояние. 28-й год, друзья. Я уже увидел. 28-й год. Через еще чуть-чуть и 100 лет будет. Век. Смотрите, какая аэрография на этом Ситроэне. На Ситроэне нарисован Ситроэн, который форсирует реку. И, кстати, у той машины голландские номера. Друзья, кое-что нашел интересное. Сейчас вам покажу. Посмотрите. Это Хонда Турбо. Вот это Хонда Сити. Версия Турбо. Еще Турбо 2. Буквально недавно смотрел. Смотрите, она идет с этим оригинальным скутером, который шел в комплекте в багажнике. Вот это просто фантастика. Такое увидеть в наши дни. Это практически нереально. Машина 80-х годов. И вы видите ее в отличном состоянии. В отличном состоянии сиденья Рикаро. Ну да, тут немножко все. Даже современная музыка стоит. Но я никогда не видел, чтобы в комплекте шел действительно еще и этот скутер. Это бомба. Просто бомба. Вот она Сити Турбо 2. Буквально недавно у Зинкевича смотрел про... Или у Владимира Мельникова на его канале я смотрел про это. И у Зинкевича тоже было. Но никогда не видел. Все говорят про этот скутер. Но я его впервые увидел. Обалдеть. Да. Так, есть еще вот такой Остин Хилли тоже. Тоже красивая машина. Превосходнейшее состояние. Обалдеть. Обалдеть. Даже и дуду мы прям тут комментарии излишни. Просто глаза идут и радуются. Вольво 850 Т5Р. В лимонном цвете я в первый раз живую вижу. Да, классика. Вол, смотрите, что едет. Пароходная труба у него там. Круто. Вау. Не, определенно вживую, не в музее, вот так вот на природе, на травке они по-другому ощущаются, смотрятся. Что тут все облепили, посмотрите. Вау. Вау. Я даже не знаю, что это, но это на V12 от Ягуара. Ронард. Дядька, дайте посмотреть. Уже все тут и так слюной брыжете. Какая штука. Вау! Вау! Да! Вау! 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 Вообще! 750 даже квадрифолио есть значок обалдеть как круто выглядит этот желтый охра цвет ford картина универсал сейчас я вам покажу машину которую первый раз вижу знал про то что есть вот смотрите то chevrolet carver универсал этот с мотором сзади даже надо было для универсала сделать мотор сзади так себе решение весь смысл этого автомобиля именно в задней части шпон был там мотор стоит она продолжает реставрироваться потому что такое себе да друзья очередной раз я бы прибалдел от увиденного вот так вот собирается народ в чистом поле показывают друг другу меряются у кого интересней ну что в принципе на этом все конечно многое осталось за кадром но я не хочу растягивать этот фильм опять на часы поэтому такая выжимка вам самое интересное что на этом будем прощаться я еще обязательно сюда буду приезжать поснимаю ну что до следующих обзоров до следующих слетов всем желаю удачи будьте здоровы и пока